Геологи – бойцы невидимого фронта. Все это цветное разнообразие поделочных камней на полках музея минералов, которым любуются горожане, они видят совершенно в другом обличии. Исследователи находят экземпляры в скалах, в природе они серые и ничем не примечательные камни. Невооруженным взглядом обычный человек их вряд ли бы разглядел. К примеру, необработанный нефрит, который представил геолог Николай Бачаудин в своей пятой выставке «Пасхальное яйцо». Когда-то в начале своей геологической практики мне пришлось работать 12 лет в экспедиции, которая занималась цветными камнями. Это было 1971 по 1983 год, как бы очень давно. Ну и там я немножко и работал в цехе, где занимались производством изделий из цветных камней. Здоровья, сил, энергии, бодрости. И пусть всегда, несмотря на какие-то жизненные неурядицы, проблемы, пусть всегда в вашем сердце будет место для радости. Николай Бачаудин впервые представил свету такую внушительную выставку цветных камней. Подавляющее большинство из них подкрашенный мрамор. Все экземпляры он обрабатывает в домашней мастерской. Огромную коллекцию камней начал приводить в порядок только на пенсии. Говорит, что вдохновил музей минералов. А ведь раньше трофеи долгие годы пылились дома или раздаривались друзьям. Несколько десятков самоцветов он принес в дар музею. Дарителей много у нас уже, достаточно много дарителей. Даже они не геологи, может быть, а просто любители камня. Привозят из каких-то далеких странах проморское дно, считай, там кораллы, это тоже минерал. Постоянной коллекции в музее минералов уже 15 лет. Совсем недавно многочисленные нефриты, бирюза, чироид пополнились экспонатами северной слюды и каменного усть-ардынского угля. Помимо презентации коллекции в рамках праздника для геологов выступили золотые голоса Дворца культуры «Нефтехимик». Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время.